Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем недельную главу Тазрия Митсура, спаренная глава. И наша недельная глава говорит, что женщина, которая рожает после родов, становится нечистой. Это один из видов нечистоты, и она должна принести после этого определенное жертвоприношение. И она становится при этом нечистой после родов. То есть, если она родила мальчика, она нечистит 7 дней, если девочку 14 дней и так далее. Там объясняются многие подробности нашей недельной главы, что это определенная нечистота. И у нас возникают два вопроса. Первый вопрос такой, очень простой, который мы все должны спросить. Скажите, женщина, которая рожает, что ей полагается? Ей полагается, наверное, какой-то дорогой подарок, ей полагаются цветы, шарики, то, что мы привыкли. А что говорит тоже? Который говорит, что ей полагается принести жертву. Что значит, что ей должны принести жертву? В чем она виновата, что она должна принести жертву? Почему она становится нечистой? Это второй вопрос. И в чем заключается эта нечистота? Вот эти два вопроса, которые я хочу разобрать. Начнем по порядку. От простого к сложному. Итак, как мы уже говорили, что женщина, когда рожает, одно из комментариев, знаете, помните, такая интересная шутка была, очень веселая шутка. Она говорит так, что муж ждет жену в узберодах, и он ждет уже час, два, три, она никак не может родить, ждет уже девять часов, четырнадцать часов, двадцать часов. И потом она рожает, и говорит, вот, поздравляем, у вас родился ребенок, и он говорит, последний раз эти роды я переношу, столько можно ждать. Да, то есть, как бы, ему очень тяжело ждать, да, то есть было. А то, что ей рожать, ну, понятно, что это уже второй вопрос. Так вот, интересная вещь самая простая, что женщина, да, она действительно, когда она рожает, у ней есть какая-то мысль, задняя мысль, может, глубоко в сознании, она говорит, она испытывает страшные боли, там, муки, она говорит, больше я рожать не буду. Это она говорит себе на подсознании. Это последний раз. И вот, как бы, есть такое объяснение, что именно за вот этот вот последний раз, который она рожает, именно за это, то, что она так думает, именно из-за этого происходит и такое вот чувство, которое мы говорим, что она должна принести определенную жертву. Да, но мы говорим еще, что есть более глубокий смысл. И какой более глубокий смысл, понятно, это не все так просто, что вот она родила, и поэтому она, это у нас же еще остается вопрос, в чем разница между мальчиком и девочкой, и неужели все так просто. И вот поэтому мы заходим в более глубокое понимание о том, что мы говорим. И для этого мы должны привести очень интересный пример, как раз сейчас это время, это в тему, как говорится, прошел сейчас день памяти, памяти жертв, да, нацизма. И есть очень интересный человек такой, был Мартин Гринфрид, да, он известный портной, он обслуживал президентов Америки, о нем очень много известно. Ну, прежде чем он стал известным американским портным, для немцев он был грязным жидом, там, и еще так далее. И когда в детстве, да, то есть в возрасте 17 лет, он был в Бухенвальде, и как бы уже начались бомбежки, там был, их вывели куда-то повели, этих полуголодных детей. И вот, когда их привели, им нужно было отстроить дом никого-нибудь, а дом мэра, который там пострадал от бомбежки. И вот они, бедные, знеможенные дети, которые ищут кусочек хлеба, вот, надеются на чудо, что, какое чудо для них нужно, это, что будет кусочек маленького хлеба. Это кусочек морковки и кусочек хлебушка где-то заваляется, или даже картошка сырая, неважно что, но если они смогут это съесть, то это, как бы, их жизнь. И вот ночью он вышел, начал искать, и вдруг он увидел, что у хозяйки дома были кролики, и у этих кроликов был кусочек капусты и кусочек морковки. Для него это была большая находка, он схватил их, начал есть, и тут выскочила хозяйка дома, которая услышала шорох, она говорит, ты объедаешь моих кроликов, грязный еврей. И вызвала этих немцев, немцы пришли, и очень сильно его побили, он весь в крови, и все. И он думал про себя все время, пока он был в лагере, он думал, как же это нужно быть не человеком, для того, чтобы пожалеть ребенку, который умирает с голоду, кусочек капусты и кусочек морковки. Неужели она не могла найти еще кусочек капусты и кусочек морковки для своих кроликов? Для нее жизнь человека меньше значит, чем удовольствие ее кроликов, и он все время это думал, и когда он освободился из лагеря, он взял оружие, и когда он уже там пришел после войны, то есть он захотел ее убить, и он пришел, постучал в дверь, открылась дверь, да, то есть постучал в дверь, вышел в дверь, не знаю, как это было, рассказывается эта история, он вошел в дверь с оружием и сказал, я пришел тебя убивать. Она была с ребенком и начала плакать, начал это вот, а он, вся его судьба была, это для того, чтобы не судьба, его цель была отомстить за то, что она пожалела ему кусочек морковки и кусочек капусты. И уже когда он собирался стрелять, вдруг он вспомнил то, что учил в Хедере, и в Хедере одна из фразов, вы бахар-то бахаим, и ты выбери жизнь. И он выбрал жизнь, он понял, что жизнь это ценный дар, который дается Всевышним, и даже из-за этого он не захотел убивать ее, и он почувствовал себя намного проще, и он не выстрелил. И действительно, жизнь это самое ценное, что дает нам Всевышний. Некоторые страны, повели себя во время коронавируса, они сделали Сегермухлету, то есть они закрыли полностью, они полностью закрылись. Где мы это видим, вот Израиль, он, например, сразу сказал, полностью закрыли. Помните, там был такой, у нас есть там министр здравоохранения, был Лайцман, да, религиозный, хоридивный человек. Я сам помню, когда из Кореи летели самолеты, и прямо в воздухе он их разворачивал, люди говорили, что он делает, люди больше никогда не приедут в Израиль, какое неуважение к туризму, это удар по нашей экономике. Но он сказал, здоровье человека, в Торе пишется, оно для нас важнее. И он не допустил ни одного самолета, которые уже должны были приехать туристически, он закрыл сразу воздушное пространство, он начал заниматься дальше, как бы, всем закрытием Израиля. Мы видели, что в Израиле такие были закрытия, что там вообще нельзя было выйти, нельзя было никуда сходить. Вот, и есть другая страна, да, которые, страны, которые сказали, для нас важнее экономика. То есть, некоторые вообще сказали, у нас трактор лечит, да, то есть, медики промолчали, пусть их трактор и лечит. Вот, а вообще сказали, что вот для нас важнее экономика. Почему? Потому что кто умирает? Умирает в основном старики, в основном, скажем, 99% это старики, люди, которым больше 90 лет. А некоторые, как бы, мы не знаем, сколько бы они прожили бы и так, может они и на один день. Но мы знаем, что жизнь настолько цена в Торе, что даже один день этого старика стоит всей экономике нашего мира. И поэтому страны, у которых есть больше сердца, они поняли, что самое важное, это сохранить жизнь своего народа, своих людей, своего государства, которые в ней живут. И потому что не важно возраст, а важно, что нужно сохранить жизнь. А другие решили, что экономика важнее. И мы видим, скажем, во многих странах умирает там большое количество людей. Вот, даже те, которые пытались закрыться, тоже есть. Ну, не будем обсуждать эту страшную проблему, которая до сих пор не решена. И поэтому нужно выбирать жизнь. Что такое жизнь? Очень интересная вещь, что мать ребенка, она в своем животе держит жизнь. Что значит, она держит жизнь? Она держит будущего ребенка. И, как объясняется Тора и Тора Хаседута, что любая смерть – это расставание с жизнью, и она влечет за собой нечистоту. Это нечистота любой смерти. То есть, когда мы сталкиваемся с смертью, смерть несет за собой нечистоту. И мать, когда она носит себе ребенка, она на повышенных чувствах. Она знает, что внутри нее еще одна жизнь. И эту жизнь нужно принести. Эта жизнь, она идет. То есть, ты внутри носишь жизнь. И когда она рожает, она выпускает эту жизнь отдельно от себя. Да, эта жизнь существует не в ней. А в ней есть немножко пустота. Она была на более высокой ступени. И она спустилась на более низкую ступень. Она не носит жизнь. А если она в себе несла девочку, то девочка несет в себе двойную жизнь. То есть, она несет в себе потенциально двойную жизнь. И поэтому есть разница между девочкой и мальчиком. Понятно, что после девочки это двойная жизнь. И как объясняет Каббала и Хасидут, что любая нечистота связана с расставанием от какой-то жизни. Да, то есть, и понятно, что нечистота, когда человек умирает. Рибайческий Раба сказал очень интересную вещь. Связано, оставляет свою жизнь на этом мгновении. Поэтому ему нужно тоже очиститься после этого и опять вернуться к жизни, как мы говорим. То есть, человек должен вернуться к жизни. И поэтому нужно тоже очиститься при помощи воды и так далее. И жизнь это очень важное, которое Всевышний нам дал подарок. И любое расставание, даже в духовном плане с этой жизнью, влечет за собой определенную нечистоту. Так мы знаем, каждый еврей, когда просыпается, он сразу моет руки. И говорит, маде, они, то есть, благодарю тебя, владыка. Почему он моет руки? Потому что пишется, что сон это одна шестидесятая смерти. И именно поэтому человек, который спит, он как будто бы немножко умер. И поэтому, пока его жизнь немножко оставляет тело, то все нечистоты, нечистые оболочки, которые есть, пытаются захватить его тело. Когда обратно спускается жизнь, то обратно они уходят и остаются на кончиках пальцев. Поэтому утром, когда мы просыпаемся, мы моем пальцы. И еще одна очень важная вещь, которая говорит Каббала. Каббала говорит о том, что почему есть связь и почему женщина должна принести жертву. Это связь с первым запретным плодом. Это с грехом дерева познания добра и зла. И тот урон, который нанес человек с этим грехом, мы за него расплачиваемся. Какая расплата пишется у женщины за этот грех, если вы помните. Торе пишется, когда там были претензии, сначала были претензии к человеку. Он сказал, это моя жена, жена сказал, это змей. И когда Всевышний раздает наказание, он раздает одно из наказаний жене. Он говорит, приумножу твою скорбь и твою беременность, в муках рожать будешь ты. Он говорит, приумножу твою скорбь и твою беременность. То есть родовые муки, это как бы расплата за грех, когда женщина съела с дерева познания и добра и зла. И кстати, менструальный цикл, который есть у женщины, он тоже связан именно с этим грехом. И когда мы говорим, что вся расплата связана, понятно, почему тогда женщина, когда рождается девочка, то девочка, которая в ней тоже ответственна, она тоже девочка, она тоже связана с этим наказанием. То есть мы как бы расплачиваемся за то, что когда-то первые люди поступили так опрометчиво, скажем, съев запретный плод. И поэтому наказание за запретный плод, одна из вещей, как мы сказали, это менструальный цикл. Женщина, которая появляется, в муках рожает и приумножу твою скорбь и твою беременность. То есть женщина рожает в муках. И именно поэтому как бы исправление, то есть, кстати, если не было греха опознания добра и зла, то люди жили бы вечно, так пишется. Но еще раз мы сказали очень... И напоследок, одна важная мысль, которую я хотел сказать, это очень важно, что рождение детей приносит радость жизни, а когда они взрослеют, это приносит смысл жизни. То есть само роды – это радость жизни, когда рождается ребенок, а взросление – это смысл жизни. И тоже очень интересная вещь, как бы глубокая, одна очень глубокая мысль, которую тоже хотелось сказать, что почему, когда идут женщины рожают девочку, мы говорим, что в два раза дольше идут нечистота. Есть такой интересный комментарий, который мне очень понравился, я не помню, по-моему, это в Раббашкенаде тоже. Когда рождается мальчик, на восьмой день мы делаем обрезание. И когда мы делаем обрезание, после этого в дом приходит большая радость. Все начинают поздравлять, все начинают радоваться, все начинают пировать. Это большая радость, это связь с обрезанием. И там, где царит радость, уходит нечистота. Там, где грусть, там нечистота. Как мы сказали, вся нечистота связана с смертью. Там, где радость, там чистота. Радость убирает преграды, и она убирает нечистоту. И именно поэтому, одна из причин, что благодаря тому, что ребенку делают на восьмой день обрезание, и сам нечистота убегает от этого места, где делают обрезание. И я еще раз, дорогие евреи, говорю вам, что продолжаем еврейскую жизнь. Наша еврейская жизнь – это рождение новых детей, воспитание новых детей в еврейском духе. Это обрезание и другие заповеди дуры. До новых встреч!